Как сенсибирь, сенсибирь, это очень страшно, да, же появится. Ну а что мы будем говорить красивым, сам на реальность, когда я вам сюда не с ним, специально приезжаю сюда в московский фестиваль. А я помню, как нарисовали здесь несколько раз, две особенные картины, большие, толпы, голые. Вот эта картина, это и два, это самое, что у них. Нарисовали красивые люди, урали, на берегу живописные какие-то художники. Ну а на самом деле, это фантазия. Перед картиной стали густые, первого класса, Леонид Алексеевич, правда ли, а Леонид Алексеевич, что действительно узнали. Это малый левый парень, сенсибирь, на расстоянии газеты. По натуральной, конечно, но по мере воздействия. Вот точно так, первое из густой лицей. Это был шар, диаметром 50-50 метров, вы видите, имел штуки, две парень, но уже кучу, как у них. Масса первого спорта составляла 83-го франца, 600-го года. Четвертый в октябре, и сече 951-го года. Такой спорта, теоретические мутики и человечества в запущенном космосе, в течение 90-х уступов, на цепь развития. Из-за рост первого спорта, я вышел из космической расчетности. А если вы посмотрите, как выглядел первый космический корабль, прошу вас, как выгляделица, посмотрите первый. Настоящий, выгляделица больше, чем это у него модель, но в 10 раз. Скажите, а как он назывался первый космический корабль? Восток Родинский. Первый космический корабль, на котором 12 апреля 1961 года объем земли, сече 108-го, сече Юрий Алексеевич Гагаренко. Вот такие космические корабли из Север-Воскопа было шесть. Маленький Юрий, известный для космонавтов. На первом таком совершил полет в космосе Гагаренко. А на последнем корабле из Север-Воскопа, «Пережкова» Екатерина Федоровна, «Пережкова» Екатерина Федоровна, «Пережкова» Приглашаю вас к преподайте в конкретную стадию. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ещё вокруг своей силы попрощайся. Так. Вот это причем не видно. Давайте поперёмся. Луна пишет вокруг земли и вращается вокруг своей силы. И вот это это как раз случилось. Потому что за одно и только самое время. Луна поворачивается вокруг своей силы. И за это это самое время она совершает движение вокруг земли. За 27 суток и 7 часов она поворачивается. Это очень легкая поворачивается. И за 27 суток и 7 часов спрощает движение вокруг земли. Поэтому мы всегда знакомы с новыми людьми. А что находится на правиле вокруг земли? Первые узнают, когда лесенщикам, где их уже не найдут. То есть в этой ситуации. А вот так выглядел третий искусственный спутник Земли. Настоящий тоже был в 3 раза больше. Учёные на этом спутнике разместили 12 научных приборов. Он начал изучать околоземное космическое пространство. Поэтому назвали этот спутник первой космической лабораторией. Ну а для вас, дорогие гости, сейчас наша главная программа был наше просто. Павел Телевер. Павел Телевер. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 И 이렇게 폭� noted Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Дом으로 cryptic Думаюс 압ъпт а Architect Как Thor Идши милоп Арктур самая маленькая и главная звезда в созвездии Малабаса. Вот посмотрите, какой здесь плённый узор. Можно здесь представить себе воздушный шар или раскрытый порошок. А на месте порошок чисто, как раз мы видим эту звезду, Арктур. Но называется созвездие Малабас. Рисовали пастуха, художники на звездных картах. Он ведёт по ясному небу по собакам, художник за поводку. Называется это созвездие Бочеки. А рядом вы сейчас видите фигурное изображение созвездия Волосы Вероники. Назвали созвездие так в честь прекрасной египетской царицы Вероники. Точнее, Вероники. Она была женой фаруоном Толемея III Вергена. И эта царица была очень красивой. Особенно славились её долитые пищные золотистые волосы. Так вот, в честь этой царицы египетские жильцы выделили на небе новое созвездие и дали ему такое название Волосы Вероники. А с другой стороны от Волопаса находится на небольшой звезде северная корона. Украшает эту корону звезда гемма или её значение жемчужина. Есть на нашем небе такая звезда. Жемчужина. А теперь давайте с вами полярную звезду пройдём. Поможет вам всегда отыскать на небе полярную звезду большой звездный ковш. Как? Давайте с вами присним или вспомним. Давайте вот смотреть снова на большой звездный ковш. И вот через эти две крайние звезды ковша следует мысленно прямую линию провести вот так. Проводим мы её дальше. Идём ещё дальше. И встречаем на пути первую яркую звезду. Вот это мы её и встретили. Это полярная звезда. Называем её звездой Комасом. Звездой путеводной, потому что она помогает определить направление на себя. Почему-то, дорогие гости, многие считают, что полярная – это самая яркая звезда на Захалоне. Но это не так. Самая яркая звезда – Сириус. Народится в сосреде большой пёс. А полярная – Илья Костя знаменитая. А тем, что она находится сейчас прямо в север на полюсе мира. И вот почему мы можем считать, что земная ось, вокруг которой наша планета просеивается, всегда направлены, где полярные виды. Звезда эта всегда остаётся, поэтому неподвижной. А остальные звезды медленно вокруг полярных видов. Видимо, полярные виды всё на конце длинной ручки малого звёздного ковша. Эти звезды так видятся со звездей. Малая медведица. Малую медведицу. Так же, как и большую, рисовали художники на звёздных картах с длинным хвостом. Между медведицами дракона сбиваются. Конечно, мы его можем считать звёздным символом нижнего кода, потому что идём сейчас для восточных городок, которые живут во луну. Вот такой вот дракона! А на ней же есть звезды дракона. Леон. У него синюн. А я с вами уже вчера каждый из вас увидит вот такой огромный звездный трюмон. И называют его лень и осенним треугольником. Яркие звезды в его вершинах зовут Вега, Денек, Альтанир. Они находятся в разных созвездиях. Вега украшает собой небольшое созвездие Рира. Писовали художники на звездных картах красивую Риру. Струны музыкальных строки. Звезда Денек принадлежит созвездию Рири. В этой области неба тоже есть интересный. Легко запоминающийся звездный узор. Вот посмотрите. Звезды здесь словно большой крест. Рисовать, видите? Вот он, этот звездный крест. Найдете в него? И соединяйте эти звездные мысли на линии по-другому. И у вас получится действительно фигура лебедя. Альтанир. Слово запускается с небес креды. А на встречу ему о нем звездные летит. А взмахивая к ныне своими могучими, Самое ягодное звезда в созвездии о нем называется Альтанир. Слово это арабское. Многие звезды названы арабским. Слово это. Альтанир означает летящий. И вот у звезды здесь не летящую птицу на самом деле очень. Похоже. Две звездные звезды принадлежат созвездным геркулесам. Это имя главного мифического героя, Великого и Древнего Рима. Древние веки своего главного героя называют Герой. И вот в честь этого мифического героя на Риме выделено созвездие. А самое яркое звездное созвездие имеет то же арабское имя. Что означает голова колена преклоненного человека. Имя звезды и самое яркое созвездие объясняет, Что именно вот так Герой и Древнего Рима изображали художники на звездных парадах. А рядом находится змееносец. В руках у него змея, которую он по небу несет. И вот змею-то совсем не сложно пристать. И смотрите, какая длинная звездная цепочка Протянулась по нашему ясному небу. Вот она, эта звездная цепочка. Вверху она разбавляется. Это голова. Змеи. А вся эта звездная цепочка змею как раз и изображает. Змею держит в руках по ясному небу. Несет змееносец. Знаете, дорогие гости. Змееносец. Это пока неофициальная триннадцатая созвездная созвездия. Ведь это служит полного права, чтобы настоящим созвездным созвездианом его называли. Ведь Солнце совершает в течение года. Видимое перемещение парень по зодиаколистам везде. Проходит еще и по змееносцу. Под змеево-зрестистого горизонта расположился Скорпион. Настоящая созвездная зодиака. Причем очень красиво и выразительная. Звездная змея на земном небе на самом деле у Скорпиона похожа. Но что он? Скорпион. Скорпион. Наблюдайте только на небе, что он лучше не делает. Мы без часть этого созвездия можем видеть. Самая яркая звезда, в соответствии с Скорпионом, имеет красный цвет, а имя Антарес, что означает Сокерпий Парасов. Бога войны в греческой мифологии. Справа от Скорпиона звезды будет надлежаться Диакархам в соответствии Висе, а слева поездному небу Стрелец. Скорпион. Стрелец. Кентавр. Так его изображают художники на звездных картах. Кентавр. Такой человек другой. Видите, в руках он держит руку. Ну, своё натянулось трелло, в Скорпиона сквозь. Это правда. Если вы будете наблюдать вдали от ярких электрических огнений и звёзд, они много интересного сможете увидеть. От горизонта до горизонта тянется на него красивая светлительная волоса. Малейший Лимон. Так мы, смотрите, в нашей галактике наблюдаем. Наша галактика. Какое же название? Малейший Лимон. А в центре олимпиона находимся как раз в направлении со звездом Стрелец. И там настоящее космическое чудовище обитает массивное чёрное трампе. В четыре миллиона раз в снеге на Солнце. Заметите вы, что и вид звёздного неба всё время меняется, если с вечера до полуночи или ещё дальше не будете наблюдать. Одни звёзды выше погибаются, а другие опускаются в горизонт. Но на самом-то деле Земля наша вращается, и мы движемся вместе с ней. На ясном небе метеор ослухивает. Вот в эти ночи маленькие гости Происходят с новелитой летней звездопадом, который называется Персейдой. Как вы о нём знаете? Ну тут тура, эта яркая вина обращает метеор. За городом может находиться, но и чтобы луна уже не мешала. Вот тогда вы увидите двух метеоров. Начался, кстати, этот звездопад 17 июля. Заметка закончится 24 августа. В ночь с 12 до 13 я буду усилиться. Вот тогда по прогнозу Существует метеоров за час. Вы сможете увидеть и сочетать. И стройно загадать желания. Ну а вы видите, метеоров стоит сейчас. Значит, вы же сейчас загадываете желания. И пусть она начинает. Исполняется. Называется потом Персейдой. Вот здесь созвездие есть с таким же названием Персейдой. И в виде адрес этого потока В этом созвездии находится то есть область неба, из которой, нам кажется, яркие метеоры вылетают. Метеоры не воспалены падающими звездами. Но у звездов они превышенные. И какого? Отношения меньшейшие появинки вылетают в земную атмосферу и сгорают. Чаще всего это частички какой-нибудь кометы. А вот Персейдой, опять же, это своим происхождением. Кометы шлифт от выгляда. Иногда, дорогие гости, яркую комету на земном небе можно наблюдать. Несколько яркую, что она иногда не выружена глазом. Вы только унимательны на небо нужно смотреть. Не улыбайтесь красотой звездного неба. Для себя вы можете посвятить и как-то это сделаете. Но главная программа наша сегодня посвящается одной из планет Солнечной системы. Марс. Не издавна. Планета эта в себе привлекала взоры людей и свои необычные световые руки воруживала на красном. И для этой планеты придумывались разные названия. Бифагон называл планету Пирей, что значит «пламенный». Вообще древние греки посвящали планеты богам. Ну а красный цвет способствовал тому, что стали называть именем бога войны. Вот у древних греков бог войны Арос, а у римлян Марс. Мало кто знает, дорогие гости, что вплоть до девятнадцатого столетия в России именем греческого бога войны Ароса планируют называть не Марсом, а Алисом или Ареем. Но утвердилось во всем мире имя римского бога войны. Марс. Марс был войны. И И Отец легендарный Ромола Айрема, основателя Рима. В Риме Марсово поле Марсу, естественно, посвящались военные смитры. Там устраивались, но в нашей стране, в Санкт-Петербурге тоже их свое. Марсово поле, где тоже устраивались военные парады. Первый месяц Римского года посвящен был Марсу. И до сих пор мы в честь Марса месяц это называем. Догадаетесь, что это месяц это? Это Март. Март месяц, названный в честь Марса. Художники, скульпторы, свои произведения, делающие 20 лет. Солнечное вращение Марса было обнаружено полярные щавки, какие-то странные волны потемнений на поверхности, связанные с сезонами. Но вот наступил 1877 год. Поехали. О, и всем. И тогда я остановлюсь. Желание святого лета, который приходит в керорьк-пеноборце. Поведите тихо, безветрино. Святого лета направят нескольку Марса. Даже в такую хорошую погоду, в воздух, чуть лиц, разноваясь в заграждение, но мы сроком, он словно заны и на планете И все поступили в тонкие длинные линии, Стеатарей не думал своим глазам, а правил фокус, сно тяжелые. Нет, это не иллюзия. Скорее заисковаться. Стеатарей назвал от имени Камаба. На столу слова очередная их Камаба 70-х лет. Позднее, Стеатарей написал Стеатарей. Их справа нет. Их абсолютная геометрическая правильность привели многих по оценям, что они построены разумных существами, а питатами этой планеты. Я считаю, возможно, справлюсь в этом положении, которое не имеет ничего не вреда. И, конечно, это высказывание ученого вызвало настоящую сенсацию. Неужели действительно на данном Марсе есть разумные существа, которые прорывали эти каналы? На карте Марса множество таких линий прочертил ученый и название канала придумал. Идея о Марсе. А каналы марсианских понравились на Мерсиану Персиану Ройлову. Он, собственно, нам все донули. Поскольку Марс наблюдал ясными ночами и на марсианской карте. Тут ученых 700 каналов прочерчил. В конце 19 века, когда они считали, что Марс очень похож на землю, духом времени наверен был роман первых. Война миров. Война миров. Видите изображение, сделанное с высочайшим разрешением, как всевозможные формы рельефа рассматривать на этих снимках? Я бы так ничего похожего на каналы. Загадочно мерцая на гулярах, привез сквозь тему космических глубин, оранжевый свет земного шара, фантазии и утопий о властелине. Несмотря на все эти фантазии, Марс на сегодняшний день самая лучшая планета. И все планеты Солнечной системы первоначально к Марсу отправляли советские аппараты Марс. Американские маринеры и кирпики. Никакой другой планеты, сколько космической техники, не было запущено. Но неохотно земных посланцев Марс стал встречать. Еще половины попыток посадить космические аппараты на поверхность планеты оказались успешными. Вы только задумайтесь, меньше половины успеха. Все остальное – аварии катастрофы. Но, тем не менее, Марс хоть неохотно. Постепенно нам, землянам, тайны свои раскрывает. Орбитальные космические аппараты следуют Марс и браздят в просторах Марса. В свободы. Так что же Марс из себя представляет? Это сосед Земли. Дальше Солнце находится по вытянутой орбите. Пишется. И вот порой догоняет землю. Тогда они оказываются в одну сторону от Солнца. Сближаются. Вот такие моменты. Противостояние Марса отзываются. Но, видите, из-за особенностей оружия. Земли и Марса. Расстояние эти моменты, когда Земля и Марс сближаются, могут быть разными. Либо вот, как сейчас вы видите, 101 миллион километров. А может быть, меньше 60 миллионов километров. Это уже называют великие противостояния Марса. И вот последнее такое событие было 27 июля 2017 года. Марс по размерам небольшой, два раза меньше. Размеры личной Земли обращаются. Почти так же, как наша планета. Чуть-чуть только медленнее. Сутки марсианские на 37 минут. Лишь только в линере нашей Земли. А вот год в два раза больше наших земного. Мы привыкли говорить, что Марс холодная, сухая, такая пустынная планета. Но оказалось, что в атмосфере Марса достаточно много водительного пара. Даже больше водительного пара, чем в этих слове земной атмосферы. Вот, соединяясь с нынью красноватые облака, а на земную пара в атмосфере Марса создаёт, а оказалось, что там есть облака. Конечно, они не такие красивые, как наши земные, но они и есть. Вот видите, фотографии Марса и облака в небе. Здесь даже переслые облака чем-то напоминают. Над низинами и долинами Марса спущаются туманы. Очень красиво выглядят рассветные закаты на Марсе. Вот представьте себя на миг на Марсе и полюбуйтесь пейзажами и получают восходящего и восходящего солнца. Выглядит действительно очень красиво. Впечатления происходят эти снипки. И в небе Марса, так же, как и в земном небе, если оно ясное, вспыхивают ветерые. Так что не только на Земле можно наблюдать падающие слезы, но и на Марсе. Такой вот орбитальный спутник Меймэн обнаружил странные свечения вдоль поверхности Марса. Но это не полярные сияния. Они же не околополярных областях происходят. Да и магнитное поле Марса очень слабое. Ученые предположили, что локальные магнитные поля наверняка у Макса есть. Он с ними взаимодействует. Солнечный ветер приводит к этим свечениям. Были дамы и загадки Марса раздавлены. Одна из них связана с полярной щаткой. Потому что наблюдали астрономы еще в предыдущей дника, например, Георгий Ашель, известные английские ученые, что полярные щатки меняют свои размеры. Почему? Предполагали, что там лежит лед и снег. И с наступлением тепла все это начинает таять. И размер полярной щатки уменьшается. Вот насколько масштабные изменения происходят, мы сейчас уже можем увидеть на основе снипков, сделанных космическим телескопом имени Хаббла. Вот когда на Марсе зима. Какая полярная щатка. Видите, на фотографии. И вот что с ней случилось, какой она осталась, когда на Марсе выступило лето. На Марсе происходит тоже смена сезона года. Есть и лето, и зима, и весна. Но, конечно, не такие, как на Земле. Но, что в целом, он в Марсе очень полный. Оказалось, что полярные щатки состоят из двух слоев. Нижний слой – водяной лед. А сверху его покрывает сухой лед, замерзшая уже краснота. Много водяного льда еще и около полярных властях. Но с течением года водяной лед слабо. А вот сухой лед легко испарится. Вот его испарение приведет к изменению формы и размеров. А еще сухой лед создает очень интересные узоры на мурсианской такой вот красноватой поверхности. С ним не сделан космический орбитальный спутник. Видите? Самые разные узоры, сколько лед на мурсианской поверхности создает. Можно ячейки какие-то снижки представить. Лучком и червячком. И на неглубоких кратерах. Светка из узоров сухой лед, но это уже обнаружка. Еще одна загадка была связана с такими-то волными потеплениями, которые вдруг начинают по поверхности Марса распространяться. Но предполагали, что это потоки воды. Когда полярные шаги начинают таять, на Марс приходит тепло, мощные потоки воды по Марсу текают. Казалось, что это не с водой связано, а с ветром. Когда наступает весна, ветры начинают дуть от северного полюса к мокру. Уносятся в это громадное количество пыли. Осенью ветры меняют свои направления на противоположные. Рыда дуют сильные. Дует ветер не сдувает пыль, обнажая то, что под пылью находится или подо льдом. И вот весной, когда на Марс наступает весна, как выяснили космические аппараты, образуются вот такие карманы. И аналогично создаются веера. Марс весной себя старается отражать такими вот интересными образованиями. Ветры хозяин лечит на Марсе. Скорость ветров очень большая. Второй бушуют там мощные полевые бурьи, когда гигантское количество пыли и песка. Ветер он отнимает с поверхности на огромную высоту на 20 км. И тогда даже небо над Марсом становится разжевато-красным. Как и вся поверхность Марса. К характерным атмосферным и выним на Марсе относят также смерчи. Вот самые мощные марсианские смерчи назвали пыльными или песчаными дьяволами. На Марсе космический аппарат сфотографировал гигантский смерч. Сейчас вы его видите. Вот этот развитчик. Орбитальный марс-рековый сад с орбитля. Запечатлел смерч, высота которого соответствует на высоте Самого высокого искусственного сооружения Земли. Купочка Липа. Вот такой наш сосед. Там холодно. Практически выше 0 градусов. Температура не поднимается. Атмосфера есть, но насильно разрежет. Мы, земляне, таким пуском не смогли бы дышать. К тому же атмосфера марсианская не защищает от солнечной радиации. Наконец, на поверхности Марса опасно. Ушуются нежные болевые бурьи, которые могут продолжаться Несколько месяцев подряд. Смерчи. Закручиваются. Надо ли люди на Марс лететь? Может быть остаться на Земле, а куда отправить геороботов И получать от них информацию о Марсе? Вопрос, конечно, интересный. Хотя, наверняка, все равно люди на Марс отправятся Ведь разрабатываются сейчас в таких проектах Филотерных экспериментов. Если люди будут находиться на Марсе в какой-то летний день В песчаной карамине и увидят одновременно несколько смерч Тоже очень характерно для Марса битвы Создают из песка морозные причудливые формы Калуны и Дюны Вот фотографии сейчас вы рассматриваете Сделанные тем же разведчиком Марса Их у нас из орбиты Как оказалось, в разных районах Дюны, марсианские, и вот разные формы Вот все это, все эти узоры из песка На Марсе их сделал ветер И оказалось, что пески движутся на Марсе Но аналогично, как и на Земле Только скорость их гораздо больше Вот все это, изображения марсианских дюны И здесь тоже, и это марсианские дюны А вот это уже дюны земные Пески у нас замещаются на несколько сантиметров А еще метры на Марсе создают ярданки Такие узкие, параллельные горостные Вытянутые вновь направления ветров Есть и на Земле в сухих засушливых районах Ярданки, вот они как выглядят Но более протяженные они на Марсе Из-за очень сильных ветров Рельеф Марса формировался длительное время Под воздействием сильных ветров Марсовый сень Извержений вулканов И потоков воды И мы из-за лета отсея Очень контрастная поверхность нашего соседа Образовалась Северная площадь Марса Низменная А южная воздушная В северном площадь Марса Находятся Великая Северная Равнина Аксидалийская Равнина Утопия Они на 4-5 км Опущены вглубь По сравнению с средним уровнем Планеты Ученые считают Что они Были когда-то Но у огромного океана Вот Южно-булышек Булышек 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 И Поверхность Покрыта Материнными кратерами Причем Обновешены Тесные кратеры Например На этом снимке Кратер Этот кратер Назвали Глазом А вот Здесь Кратер Глазом Напоминает Смещение лицо Как будто Глаза Улыбаются Многие Древние образования На Марсе Из-за сильных Ветров Изменились Неузнаваемости Например Бассейн Атлантиды Представьте Что благодаря Космическому аппарату Назвали Атлантиды Мы сейчас Летим Всевозможные Формы рельефа Здесь Просматриваются И кратеры И трещины И борозы Нас здесь Интересует Один район В нем Засредоточенные Холмы Неправильной формы Примерно Одинаковой Высоты Летим И только На большой высоте Так что Подробности Что-то рассмотреть С этой высоты Не удается Сейчас я Указка Рисую этот район Который Нас интересует И покажу вам Фотографию Этого района Вот Он называется Хаос Атлантиды Смотрите Поверхность Марса Здесь очень Напоминает Кожу Прокодила На На Марсе Много Достопримечательностей Вдоль Экватора Планеты На Четыре с половиной Тысячи Километров Протянулась Уникальная Система каньонов Называется Долина Комната Ученые Полагают Что Возник этот Каньон Очень давно В результате Катастрофы С чем-то Крупный Марс Толкнулся И В результате Столкновения Возникла такая В результате того, что столкновение с каким-то крупным небесным телом, образовалась гигантская вмятина на поверхности Марса, получила название равненной лады. Еще Марс знаменит своими высочайшими горами самые высокие горы на планете Солнечной стены. Находятся на Марсе вот на такой возвышенности Фарсида, или Тарсия, если это древнее название, Ирана. Здесь четыре давно похожих вулкана вулкана. Али, Аскреос, Баунис и Арсия. Выше всех, конечно же, Али. Самый высокий вулкан на планетах Солнечной системы. Форма похожа на гигантский щит. Ну, а вот можно сравнить Марсианский олимп. Сильный клубан. Магия. Видите, какое огромное жерло обещает. Марсианский олимп. Пусть люди когда-нибудь на Марс прилетят, к олимпу подойдут, но его подножие, и весь его рассмотреть будет просто невозможно. И это жерло, конечно, никто не увидит, а оно огромное. Там даже небольшой область, даже небольшой государство могли бы разместиться. А на струнтовый вулкан на Баунис и Арсе космический аппарат обнаружил семь таинственных пещер. Вы видите, эти пещеры на космических снимках. Ну, вот есть уже такой проект. Возможно, поселение Земля будет на Марсе создана в одной из этих пещер. Для того, чтобы людей и технику укрыть от солнечной радиации, потому что поверхность их родится опасно. Может, это так и будет? Много интересных названий. Далее, ученые. Вот, например, земля Парбитерея на этом снимке. Узеро Солнца. Лабиринт Площий с очень крутыми склонами. Долин. А это место исполучило название города Рыни. Кратеры, названные именами ученые, это, конечно, имена из Киапарелли Лойла того вековечного. Вот такой кратер из Киапарелли в северной области кратер Лойл. Эти ученые верили, что разумные существа канала правильные. А еще есть кратер Ломоносов в северной тоже области. И кратер Каналин. Это название именемного конструктора ракетно-космической тела. Но вот как только стали Марс в телескоп наблюдателя, тем более посылать космические аппараты туда, Марс стал преподносить с возможной сюрпризой. Фотографировал американский пикет про Ромонину Сидония. И вот что увидели на снимке. Назвали это сидонийским лицом, а поскольку рядом еще разглядели пирамиды, то стали называть марсианским сфинксом. Сидония — один из горных районов. Здесь фрагменты каменной плиты под разными угламами по верткость выходят. Действительно ли есть какое-то лицо или сфинкс? На Марсе? Нет. Уже более поздние изображения показали, что это двухкилометровая скала. Вот на снимках. То, что было принято за сфинкса. Но все равно загадка остается. Слишком уж ровные очертания у этой скалы грусианской. Как это называлось? Загадка. А вот в районе пирамиды. Вряд ли здесь какие-то пирамиды вы видите. На этом сюрпризы марса, конечно же, не закачиваются. Есть там районы, получившие название «Город Иго». Со сходства с каменными стенами, возведенными древней цивилизацией. Марс вообще дает простого для воображения фантазии. Видите? Вот в этой местности, получившие название «Хаоса», «Рам». Вот только на одном снимке. Сколько видно всяких горстых трещин, дальних переплетениях. Что угодно можно представить. Даже всевозможные буквы, это истинный письменал. Сейчас я вам покажу два снимка, где, почему бы, не представили буквы, начертанные кем-то как на марсианской поверхности. А здесь вы посмотрите на этот камень. Ну, кто-то может представить лягушку марсианскую. Или ящерицом, что-то во всех не надо. А этот снимок показывает, что на марсе деревья растут. Снимок сделан в районе ветер, с подветы ледяной стороны. Ветер, песок раздола под ним, вот более тюнтые породы. А на фотографии действительно, кажется, существует раздол. Деревья. Или вот такой каменный цветок. Был запечатлен на поверхности марсоход, какую-то пещеру в скале. А это потоки лаконической лавы. Ну и образовался вот такой удивительный рисунок, похожий на голову слона с хоботом. В один из городов, но в сианских районах, тоже странным образом, оказался отпечатан портрет человека в крови. Почему же напоминает в профиле известного индийского общественного деятеля Махако Д'Анси? Что это? Ученые объясняют это нашим свойством видеть знакомые образы в незнакомых условиях. Ну, например, на облака мы смотрим, и, честно, нам кажется, что они на что-то похожи. Так вот и в каких-то изображениях, которые злые космическими аппаратами, порой узнается, что мы обычные. Ну, а для ученых все эти изображения Марса, даже в самые необычные страны, это бесценная информация, по которой ученые пытаются понять, что с Марсом случилось. Почему он стал таким, и мы его сейчас знаем, благодаря космическим исследованиям. А ведь ученые считают, что в далеком прошлом Марс был совершенно другим. Там было тепло, и атмосфера была более плотная. Воды на Марсе когда-то было. Много реки тикли, озера моря, океан накатился. Вулканы на Марсе извергались. Дожди шли, грозы кремели, волни в небе свергали. Потому что все возможно, я бы далекому, что так. И было, вот что же с Марсом произошло. Вот в северном обрушении Марса считают, что ученые громнейшие. Находился океан и озера, там были и береги. Ну, ученые полагают, что возможно, жилая вода существует. И сейчас в поиске ее ведутся. Вот, один из марсоходов-пречественников, аппартируется. На равнине Меридиана, внуки, круглые камешки, которые назвали марсианской черникой. И они содержат много железа, назвали эти камни на Марсе марсианской черникой. Так вот, образно и красиво. Но эти камни доказывают, что здесь была вода когда-то. Возможно, океанические зареи. Может быть, сравнено было в одном море, в далеком прошлом. Ну, и вот такие доказательства, что вода была, накопилось уже множество. Слои вечной мерзлоты на Марсе обнаружили. Да, конечно, льда на Марсе водяного. Много. И не только в полярном районе. Марсоход Curiosity, который на фотографии перед вами, как раз с 2013 года ведет поиски жидкой воды. Доказательства того, что была она в далеком прошлом. Ищем ветерина и древние, но, может быть, даже настоящие жизни. Многочисленные русла, послышавшие век, убеждают в том, что действительно Марс был совершенно другим. В прежние времена было много воды. Но ученые полагают, что, возможно, потоки соленой воды текнут. И сейчас вот такие слои на горе шахты, возможно, эта зимка не так давно образовалась. Немного воздействия воды. Но про льд на Марсе много мы говорили, что водяной пар там присутствует. Это, конечно, хорошо, что в таких состояний вода есть. Но интересно найти жидкую воду. И вот эти следы на склонах радиоргарки, как плагают учебы, тоже образовались, возможно, не так давно, под воздействием водоплодов воды. Где же вода может только прянуться? Под поверхностью, подалька, под полярный проек. Вот давайте этот снимок космически рассмотрим. Что здесь мы видим? В первую очередь, кратик упал когда-то сюда летеория. И образовался этот кратик. Создается впечатление, что при падении этого камня вода из-под песка вытекла. Правильно, вот так растеклась по песку. И снова будет просочиваться. Уж очень похожа на это. Так что, может быть, вода жидкая на Марсе есть. И раз ее поиски в настоящее время ведутся, то рано или поздно она будет найдена. Вот иногда поступает такое сообщение, что фазюра, например, где-то по Тринаме, например, нарушены. Потом идут опровержения, потом снова возникает надежда, что вот-вот, и жидкая вода будет найдена. Раз ее поиски ведут, значит, ответ на это будет получен. Если жидкая вода существует, может быть, и жизнь на Марсе есть. Почему бы она не могла существовать в настоящее время? Из-за очень экстремальных условий, что там низкие температуры, радиация, но ведь на Земле, в экстремальных условиях, жизнь есть. Вот, например, в самой жаркой пустыне Адамана жизнь существует. Или в Антарктиде, в сухих долинах, маг-мер-до, и как организмы живут. Почему бы им не обитать на Марсе? Возможно, жизнь есть, и мы марсианы же увидим с вами. Вот только марсиане так выглядят или так? Нет, если жизнь на Марсе есть, то это скорее форма, какие-нибудь микроорганизмы, простейшей формы. Обнаружен на Марсе генерал перхолорат, он тоже ученый о задачах, потому что на Земле этот минерал ситые микроорганизмы используют как источник энергии для питания. И вот ученые задумались, а зачем этот минерал оказался на Марсе? Потому что это поддерживает жизнь и деятельность каких-нибудь марсианских микроорганизмов. Вот про Мерсофон Кириосовский уже рассказал, он ищет, он ищет и жизнь на Марсе, продолжает работу орбитальной аппараты экзомарса в 2016-й. Это совместный проект России и Европейского космического агентства. Атмосферу Марса он исследует, и как пояснилось, обрушение метана меняется постоянно. С чем это связано? Это точно загадка. Метан на Земле обрабатывают живые существа. Уж точно микроорганизмы на Марсе приводят вот к таким колебаниям концентрации метана в атмосфере. Интересный вопрос. Марсофон Инсайд регистрировал успешно марсотрясение, так что экологически активен наш космический сосед, а вот этот самый крупный массивный марсоход Бёс Эверанс ищет на Марсу жизнь. Такая главная задача перед ним стоит. Жизнь пока не найдена, одежда правда остается. И успешно на протяжении трех лет на Марсе проработал первый исторический человеческий марсолет Индженниотис. Писал он на поверхности Марса, фотографировал его снимки подробно с подробными деталями передавались на Землю. Первый китайский марсоход, здесь вот с красного клада, видите, он стоит, внес свой вклад в проблему марсеанской воды. В северном крушаре наравнении Утопия до глубине около 80 метров обнаружил свидетельство древнего очень мощного наводнения. В очередной раз подтвердил, что вода была. Но всех интересует вопрос, а это как-то на Марском ветер. Вот полагают ученые, что если все будет подготовлено к этому, то год следующего великого противостояния Марса в 2033 году. Чего надо ждать, когда Марс на кратчайшие обстояния и в земле подойдет, когда мы великое противостояние Марса. Потому что перелеты и Марс на кратчайшие обстоятельства иногда совершить с меньшими затратами времени и энергии. Не будет все готово к этому году. К следующему великому противостоянию. Значит, еще 15-17 лет придется человечество ждать. Следующего великого противостояния Марса. Но во всяком случае люди ведь туда стремятся лететь. И прилетят наверняка, поселения там создадут. И настоящее свидание с Марсом значит, уже не загора. Ну, а нам только сегодня с Марсом придется уже проститься. Рассказ о нем заканчивается. А мы проводим сейчас в новую ночь встретим восходу Солнца. Солнца. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... 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 Продолжение следует...